Связывает соседей с Южной Осетии. Скажите первое, кто это такой человек? Все знают, я бы вам потом. Это значит, старейший на сегодня археолог России, ученый человек, у которого множество монографий, исследователь. Есть научные звания? Профессор, доктор археологических наук, исторических наук, виноват. И в этом году, в феврале, в январе, Василию Прокофьевичу Любину исполнилось 100 лет. И вот он, несмотря на свой... Нашел время, нашел, так сказать, возможность, я бы сказал, проявил, а мы должны быть величайшим благодарны за это, за такое уважение, и пришел на встречу с нами. Спасибо вам. Спасибо. 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 у Меня очень governoне очень внимательно оно очень внимательно, просто фантастически внимательно ко мне. И поэтому я хорошо устроился за ее спиной, живу припеваючи, и, как видите, прожил много лет. Живу ее, конечно, лишним. Сто лет уже, это уже чересчур. Сто лет. Но, тем не менее, меня это устраивает. Мне интересно, сколько жить. Я еще хрошит немало, но существуют определенные элиты. Но пока что я живу и не тужу, как говорится. Как я попал в Ситию? Нет, как вы стали археологом. Как я стал археологом? Стал я археологом. Думаю, благодаря Евгении Георгиевне Пчелину. Это очень крупный аладовед. У нее много работ, поэтому я уже буду. Она пешком прошла всю Аланью и Юго-Оссетию, и Северную Оссетию, все перевалы, все памятники, водороскопов произвела. В общем, удивительный человек. Евгений Георгиевна Пчелина. У нее великолепное образование. Она закончила Московский университет и еще какой-то институт специальный. Ну, мне посчастливилось. Я с ней познакомился. И она меня, значит, в археологию. Я поехал с ней в экспозицию. Скажи, как ты попал в скинболе, конечно. Нет, 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 пока я... Как я попал в скинболе? Нет, так вы закончитесь в черепе. Ну вот. Я с ней познакомился. Она делала доклад в скинболе. Там было заседание. Об этом было объявлено. И на ее доклад пришло много представителей пенсии, педагоги и прочее, прочее. И там я с ней познакомился. И поехал с ней в горы, в экспозицию. С это, собственно говоря, началось. Потом я уже ездил в горы десятки раз. Провел много экспедиций. Организовал там раскопки пещеры Кударова. В этой пещере оказалась стоянка. Место обитания древних людей. И когда мы начали гопать, нашли много каменных орудий. И костей животных, на которых охотились древние обитатели этой пещеры. Это сотни тысяч лет каменных зад. Это, пожалуй, самая интересная пещерная стоянка на Кавказе. В энциклопедиях, кстати, есть статья, которая называется Кударова. И там указано, что Кударова – это пещерная стоянка. Что там богатые находки. Находки действительно великолепные. Там тысячи каменных орудий. Несколько культурных слоев. В нижних слоях. Она многосвойная. В нижних слоях. Поле древние охотки. Как каменные орудия, так и костей животных, на которых охотились древние люди. Там такая ситуация, что кости минерализованы. Они пропитаны слоями. И кости сохранились. Они не растворились. Поэтому там мы вели раскопки не один год. Ну и все эти материалы в эрмитаже. Отправленный эрмитаж. И костные материалы в зоологическом институте. Тоже в Ленинграде. Так что Осетия, как вы видите, дает для науки богатейший материал археологический и палеонологический. Ну вот. Эти материалы я обработал. Каменные орудия. И вот они и изданы. С мастичным тиражом. Эти каменные орудия описаны тщательно. И хранятся, поскольку они очень салонные и уникальные, они хранятся в эрмитаже. Тут разрезы толще и толще отложений. Оно многослойное. Самые дыренные слои внизу. Выше идут более поздние находки. Другая эпоха каменных веках. А наверняка уже существует современное галоценовое там. Несколько тысяч лет. Это уже поздний материал. А материал полиолитический, полиолит, древний каменный век. Полиолитический материал в ранних слоях. Вот вход в пещеру. Удоров. И раскопки, которые там происходят. Далее. Что лучше? Какие-то другие археологические. Или вот такой-то копалки. Первый. Первый раз вот вы были в Стефане. Какое впечатление на вас произвели? Воры, люди, обычаи. Дальше. Когда ты попал? Дай мне вспомнить. Думаю, что я сам на село. Ха-ха-ха. Вы можете показать, что она отдыхает, вы можете тоже пару слов сказать. Ну хорошо, давайте я пока, ты вспомнишь как-то впечатление. А я просто, потому что я уже иногда лучше знаю, как он мне столько всего рассказывал, что я уже наизусть знаю все его. Я тогда скажу пока какую-то историю, а ты тут уж не маленький, потому что я сейчас не хочу о чем рассказать. Он вообще сам с Украиной родом, с Гольдой Николаевым родителям украинцев. Но в 1936-м поступил университет в городе Аврессия, исторический факультет, с простой как у Стефы, очень дорогие. То есть я не буду ночью заинтересовался, хотел учиться, историю заинтересовался, поступил. Но в 1941 году сдали они после экзамена, сдавали, они готовились после экзамена, и вот в библиотеке Сидыча услышали, что началось все. Погрузили через несколько дней всех в эшелоны и повезли студентов в училище военное. Он закончил училище о зенитной артиллерии в Гольдевой, потом на фронт. Прошел весь фронт в зенитной части, там был помощник начальника штаба, по гневой, да, помощник начальника по гневой, да? Прошел вплоть до Прибалтики, всю войну, имел награды, ранений, слава богу, не было. Один остался, да, один остался из офицеров, я вот, с раненом полку. А потом, когда они там отметили 9 мая, к салютам, как тут же всех опять погрузили и повезли куда-то. Никто не знал куда, да? Проехали в Москву, потом на восток, на восток, правило, они поняли, что на новую войну едут. И приехали на войну с Японией. Но там, правда, все дело кончалось, потому что они прошли в Гобе, похоже, что они пошли в Гобе, но там практически все уже заканчивалось, вот там закончил войну. И там на Дальнем Востоке не развивался, потому что не хотел под глазами остаться в войне, не хотел. И оттуда вернулся на Украину. Но Украина, это послевоенный голод, работы не было, нужно было там в шахте идти. В общем, там еще была проблема, что младший царк был угнан в Германию, и царк предупредил, что его могут забрать. Потому что он вернулся, и где он был французами? Была в французской зоне оккупации, тогда не были проблемы большие. Ну, в общем, он взял брата младшего и решил куда-то уехать оттуда. И сказали, что здесь не может, почему-то все закончится. А тогда был указ, что всем демобилизованным французикам был казахстан на право устраиваться на рабочие вещи, и должны были устраивать на работу, где они захотели. Вот они решили, что с Брадовым как раз. Там помогали сначала туда-сюда, потому что не знали местных языков. Ну и, кстати, там ряда перипетий. В общем, он попал в группу, пригласил на работу такой Семен Апанасьевич Колобалин, ученик Макарин, который в городе Схенвале был господин, организовывал там колонию. Ну, стал директором школы в этой Схенвальской колонии. Ну, нам нужно, чтобы вот так попал в Украинский вали и там на какое-то время обосновался. Ну, вот теперь, наверное, расскажи о своей жизни в Схенвале. Ну, то есть, девушку, не могу, извиняюсь, это кратко из-за этого, это все еще события. В Схенвале я там познакомился познакомился с Пщелиной, Евгением Георгиевым Пщелиной. Я не говорила, что происходит. Живость, про сам город. О самом городе? Да, что вам было? Собственность. Ну, как вообще, мне понравилось. Ты живешь, я не знаю. Ну, как вообще, не знаю. Ты вообще, не знаю, с чего? Ну, вот там я устроился, я работаю. Работал в женской школе. После Каламы уже. Работал там в женской школе какое-то время. А потом Евгей Георгиевна Пщелина, что... Вот Евгей Георгиевна Пщелина. Написал обо мне Борису Борисовичу Пьятовскому, директору линейтажа. Он ее ответил. Она рекомендовала меня в аспирантом. Он ее ответил. Кота в мешке не покупают. Пусть приедет. Я на него посмотрю. Вот. Мы поговорим, и я решу с аспирантурой. Ну, в общем, Бэ-Бэ, как его называли, Борис Борисович взял меня в аспирантору. И потом я уже, когда ее закончил, защитил. Стал сотрудником Института истории материальной культуры. Там, в Питере. И поскольку я уже знаком с Шелиной, я ездил с ней в экспедиции, в Полиахве. Потом я помню, в нашей экспедиции мы где-то поднялись в селение Сахта. Есть там такое селение осетинское. Есть, есть, да. Вот там работали. Там накопал какой-то древний могильник. Я некоторое время с ней тоже. И там есть, на берегу Льяхвы, какая-то вершинка, вся усыпанная железоплавильными шлаками. Это дело уникальное, и никто этим еще не занимался, но это очень любопытно, что в средние века там уже была выплука железа в Юго-Оссейсии. Причем очень убедительно. Там были и шраки, и были... Как такие называются? Воздуходомные тропки. А потом я с ней еще ездил. С ней. А потом был такой грузинский. Вот с этим академиком мы ездили. Искали древние памятники. Поехали геороскопы сделали. Но, в общем, я пристрастился к археологии. Мне эта работа нравилась. Я же обращал в свое время исторический факультет. Все это было связано с большими древностями, с началом человеческой истории. Это было очень любопытно собирать материалы соответствующие, расшифровывать, издавать их. Вначале я эти материалы нашел в предгорьях и в Осетии. В предгорьях, где только первое нарушение начинается. Передгорийской родиной. А потом открыл к пещеру, по дорогам. И производил там наскок. В течение целого ряда лет. Причем мы копали очень медленно. Очень медленно. У нас в руках были не кирки и лопаты, а были ножи и кисточками. Вот таким образом мы встревали древние отложения. Вот. Их фиксировали. Соносили на планы. Получали разрезы, толщие отложения. Это очень важно. Когда производятся раскопки, вот, копается такой раскоп глубокий, вот, и получается разрез толщи отложений. Вот здесь выбрано все, а здесь разрез, который тщательно защищается. И в этом разрезе видны вершины свои, потом свои более поздние, и, наконец, в самом днецу вот, отложения древние, ашельские, так называемые. Вот. Вот там мы копали в течение целого варианта лет. Сейчас, мночек. Добавлю. Что? Не слышу. Добавлю. Не слышу. Добавлю. Не слышу. Добавлю. А, ну да. Ну, пожалуйста, подумайте. Это вы, можно вопрос еще? Вот в этой, куда? Возле Квайса, или где? Прямо. Прямо. Это в столе, которая пришла. Да, да. Хребет Виланги. А вот, короче, в соболевном. Да, ну, называют, Хребет Виланги, да. Там просто у вас дверцов тоже вот есть, возглезда. А материал, вот камень, ни с чего. Сланец был, что это? Сланец. Песчаник, мелко-зернистый, немножко кремень. Местный, и немножко приносной, амеретинский. Вот. Ну, я просто немножко добавлю, потому что суперкочка поминает такие факты. Еще вопрос. Чем за кусты вали? Не в чуду говорю. Что там за кусты? Звери какие-то? Они там охотники? Да. А какие были? Да, например, олени там есть, мелкие всякие. А ведь мосточки остались? Да, да. Там много костей. Там есть кусти пещерового медведя, есть и хищников, а есть и много травоядных животных, на которых они ходили. Там косу, например, олени. Я немножко добавлю, потому что ты упоминал слова такие, как Акаше, там, да, вот что-то понятно, о чем будет речь. Мы вообще чем занимаемся? Вот, я тоже с тобой еще нести работаю, и он занимается. Есть такое понятие палеолит, может, наверное, что-то не слышу, да? То есть, это древний каменный палеолит, это что такое? Это самая длинная по протяженности эпоха развития человека, его появление, становление человека. По современным датам начинается порядка двух с половиной миллионов лет назад и заканчивается порядка десяти тысяч лет назад. Все вот это палеолит, то есть то, что мы живем, это другое, ну, современное общество, а все до этого вот этот каменный век. И мы занимаемся, собственно говоря, самым ранним каменным веком за пределами Африки. А за пределами Африки самый ранний каменный век это начинает примерно после двух миллионов, когда люди начали населяться уже в Евразии. И они первым делом, вот как на сегодня это устанавливается, как раз пошли в сторону Кавказа, потому что они двигались по тем территориям, где были бы приятные условия. В Африке какие были приятные условия у них были? Там было открытое пространство, то есть вот легко было видно, ну, джунгли не живут, так джунгли там не подходят.